Добрый вечер! Расскажите мне, пожалуйста, немного о сегодняшнем мероприятии. Мероприятие называется Open Air. Это танцы под открытым небом. В данном случае в настоящее время социальное направление, но также здесь проходят бальные танцы, также здесь проходят хастел и иные направления. В принципе, все танцующие люди Санкт-Петербурга знают об этих танцах. Летом они проходят под открытым небом, в зимнее холодное время они проходят в закрытых помещениях. Есть ли у вас постоянные зрители? Как вы считаете? Я думаю, что есть. Не конкретно у нас, но в принципе у танцоров. Я думаю, что есть. Потому что все знают, что здесь танцы проходят, и постоянно публика собирается, аплодирует даже. Я думаю, есть. Хорошо. Какие-то розыгрыши, может быть, мастер-классы сегодня будут? Мастер-классы проходят, мастер-классы проходят показательные выступления. Вот сегодня я видела уже преподавателей школы танцев, и в частности в субботу они показывали показательные выступления. Я думаю, сегодня тоже будет. Мастер-классы проводятся для всех танцовщиков, даже для начинающих. И здесь главное не умение, а желание танцевать и двигаться под музыку. Что ж, а сейчас мы зададим пару вопросов организатору Сальса Вива Оупен Эйр Карлосу. Здравствуйте, Карлос. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея организации такого события? Оупен Эйр делается для того, чтобы популяризировать направление американских танцев, сошел, так называемое, в Санкт-Петербурге. Идея возникла уже очень давно, конечно. Сколько времени вы этим занимаетесь? На самом деле танцем уже занимаюсь 18 лет в Санкт-Петербурге. И профессионально этим занимаюсь, а вот это просто для отдыха делается. Конечно, основная задача – это обучение, а потом отдых. Ага, хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, какие дальнейшие перспективы у вас? На самом деле хочется как можно больше народу танцевать, потому что Санкт-Петербург – это второй мегаполис после Москвы. И на самом деле хочется, чтобы такой огромный город танцевал как можно больше людей, чтобы люди познакомились с этим направлением, ну, как можно больше народу. А поскольку это танец для отдыха, для души, это составляет, ну, небольшого труда. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Корреспондент Георгий Жданов